Собака покровительствует в нашей стране в этом году, потому что есть совпадение такого понятия как справедливость и верность. Собака она очень верное животное, она охраняет дом и она очень справедлива, она не будет кусать человека, который к ней добр. Поэтому покровительство полное для нашей страны. Люди, которые долго не могли найти работу, найдут ее. Тоже очень немаловажный момент. То есть собака, она всегда несет плюс именно в таком понимании, когда что-то одно должно соединиться с чем-то другим. То есть хозяин и собака, они находят друг друга в этом году. В политической жизни нашей страны тоже будет очень много интересного, потому что это год повышенной такой ответственности, причем как личной, так и политических лидеров. Вот этот год, он принесет структуру, он принесет порядок и дисциплину. Не в жестком сталинском понимании, я сейчас не об этом говорю, но именно вот в правовом поле. То есть на самом деле для нас это большой плюс, потому что мы будем чувствовать большую защищенность. По моим прогнозам, президент у нас остается тот же самый, причем, как Таро говорят, потому что нет альтернативы. И это объективно, действительно тот уровень и управления и, скажем, качество управления нашей непростой стороной, в такой очень непростой, мягко сказано, обстановке тоже и внутренней, и внешней, сейчас он подвластен только одному человеку. Он вошел в самую яркую свою фазу, как личность, как духовная сущность. И вот сейчас к нему приходит понимание о том, что он действительно осуществляет эту миссию. Это не просто социально-политическая роль. Сохранение славянской цивилизации, российской цивилизации, отстаивание более жестко наших интересов перед всем миром. Америка, Европа, они имеют другую ментальность и другое понимание верности, справедливости по своей структуре. Это колонизаторы, агрессоры. И для них это также год перемен, но перемен кучу. То есть я бы назвала этот год с эффектом гумеранга для этих народов, для этих стран. Поэтому сейчас все будет возвращаться к ним. И это логично, здесь заложена логика и не только логика событий, но и логика вселенских законов.